Здравствуйте, мои дорогие зрители! Меня зовут Ирина, и вы на моем канале. Сегодня будет пересадка орхидеи в керамзит. Это неорганический грунт, но здесь тоже есть некоторые нюансы. Сам грунт неорганический, но в нем из-за влажности все равно растут водоросли. Мы добавляем сверху или, может быть, внутри посадки немного живого мха, что и создает все равно эту самую органику. Водоросли, да, они все равно, получается, живут, и у них есть такой процесс жизнедеятельности. Также корни, потому что корень у него есть срок жизни от полгода до трех лет, и все равно в процессе нашей посадки какие-то корешки в любом случае будут где-то пропадать. И все равно это органика, и внутри горшочки она все равно есть. И повторюсь, когда нам нужно орхидейку обработать, может быть, от вредителей, или подлечить орхидейку, может быть, удобрить орхидею на цветение, между поливами можно сокращать время, потому что сам керамзит очень быстро просыхает. И это облегчает жизнь нам орхомана. Поэтому сегодня будет посадка именно в керамзит, в неорганический грунт. Самый задаваемый вопрос, какой выбрать керамзит? Я всегда отвечаю на этот вопрос. Фракция керамзита, она зависит от корневой системы самой орхидейки. Это зависит от объема выбранного вами горшочка. Если горшочек у вас большой, то, естественно, и крупный должен быть керамзит. Если горшочек маленький, должен быть, естественно, мелкий керамзит. Но я предпочитаю, знаете, если такого плана горшочек, сначала мы засыпаем крупный, насколько это возможно, а уже вверх мы просыпаем мелким. Таким образом у нас вода, когда испаряется, она задерживается на верхнем слое, потому что он плотнее, прозовый. Плюс будет такой мульчирующий слой из мха. Давайте, наверное, начнем. И еще самый такой немаловажный факт. Керамзит должен быть легкий. Когда вы выбираете керамзит, вы заходите в магазин, например, лежит несколько упаковок, в принципе, на первый взгляд, одинакового керамзита, вы берете пачки в руки и как бы взвешиваете, да, и берете самую легкую пачку. Я всегда так делаю. Вот в магазине лета выбрала крупный керамзит, вот такой вот легенький и мелкий. Кстати, вот такой мелкий и легкий керамзит есть только в лето, по крайней мере, я его нашла только в лето. В других магазинах сколько ни искала, такого не было. И, как правило, мелкий керамзит, он очень тяжелый. У меня есть очень красивый прям один к одному кругленький керамзит, вот мелкий, но он прям тяжелый. И как, например, дренаж или, может быть, немножечко добавить грунт, он подойдет, но как посадка, да, полностью посадить в такой керамзит орхидею, лучше не сажать в тяжелый керамзит. И к тому же сразу отвечу на вопрос про строительный керамзит, но он тоже бывает разный. Керамзит – это глина вспененная, обожженная при 1000-1300 градусов, и все зависит вот именно от того, как ее вспенили. Если вспенили хорошо, и вот эти вот пористые частички бы крупные, как раз керамзит будет легкий. Неважно, он строительный или вот как дренаж продается, да, в магазине, он должен быть легкий. И строительный можно использовать, опять же, если он пористый и легкий. И еще очень легко, опять же, проверите, какой керамзит. Если он легко разрезается ножницами, значит, он пористый, и он нам подойдет. Если он не разрезается очень туго, да, как камень, тогда лучше в такой не сажать. Надеюсь, ответила на все вопросы, которые мне задавали в комментариях. Теперь открываем упаковочки и начинаем саму посадку. Итак, первый слон у нас идет из крупного легкого керамзита. Сейчас я вам покажу, вам смотрите, он прям очень легкий, невесомый. Вот эти вот пять шариков практически не ощущаются на руке. И здесь, смотрите, есть вот эти вот углубления ножки. Стараемся в углубление прям вот так вот керамзитники повставлять, чтобы, получается, у нас влага проходила, но лишнего ничего у нас не просыпалось и не уходило из субстрата. Делаем такой, получается, где-то в один слой. Поначальную прослойку делаем из керамзита. Еще чуть-чуть. Вот так. Этого достаточно, потому что корневая у орхидейки достаточно большая. Если мы больше сделаем слой, есть вероятность, что она у нас просто не поместится. Следующим у нас этапом идет живой мох. Несколько зеленых макушек, вот прям чуть-чуть, положу для того, чтобы очень быстро микроклимат образовался в горшочке. Можно этого и не делать. Но я предпочитаю, если есть живой мох, обязательно, чтобы он в горшочке был. Так быстрее орхидейка адаптируется к новой посадке. К тому же, живой мох сфагнум, он как натуральный такой антисептик, натуральный антибиотик для орхидейки, для ее корневой системы. И если ему понравится и мох будет здесь расти, у орхидейки, знаете, даже если где-то будет какое-то заболевание корневой системы, оно само излечится. У меня было много посадок, где мох вот прорастал. И я вообще не знала никаких проблем с орхидеями. Я имею в виду с корневой системой. Они отлично цвели, там был свой мирок, куда даже не хотелось углубляться, как-то пересаживать. И пересадки делались только тогда, когда уже, ну все, край, уже орхидейка вылазит из этого горшочка. Очень надеюсь, что все-таки этот мох, он приживется. Аккуратненько устанавливаем орхидейку. И главное нам выровнять розетку. Цветоносы здесь абсолютно не влияют ни на что, потому что цветонос отцветет, мы его обрежем или он высохнет, а вот розетка останется кривой. Поэтому максимально ее выравниваем и стараемся зафиксировать на держателе для цветоносов. Так будет удобнее ее как-то придерживать. Потихоньку придерживаем максимально, чтобы ровно была розетка. Так, цветонос там, по-моему, прям в камеру. Вот. И крупным керамзитом между корешочками стараемся его просыпать. Крупный керамзит неохотно, через большую такую хорошую корневую систему, неохотно он просыпается. Поэтому как можем, просыпаем. Где просыпется, где застрянет, ничего страшного. Но делаем это максимально, насколько у нас это получается. Иногда продаются пачки керамзита. И там он разной фракции. От большого до мелкого. И вот я тоже такой покупала. Мне он нравился. Он продается в обе. Я показывала вам пачку, упаковку. Немножко простукиваем, потряхиваем. Делаем все максимально аккуратно, чтобы корни орхидеи не трещали, не было никакого постороннего глюка. И когда у нас остался примерно сантиметр-полтора от верха, что еще нужно засыпать, мы берем такой вот мелкосредний керамзит и начинаем засыпать. Он очень легкий. Из-за его такой вот воздушности Так, не видно вам язык цветоносок. Из-за его воздушности и такой вот мелкой фракции он просто сейчас во все пустые места. Раз и все. Никаких проблем. И не будет слишком больших воздушных карманов. Потому что в этом керамзите она будет просыхать на ура. В принципе, что нам и нужно. Орхидейка должна быть увлажненна, но ее грунт не должен быть прям максимально такой, знаете, сырой. Там не должно быть никакого болота. Он должен легко просыхать. После полива лучше мы будем чаще поливать, и орхидейка будет чувствовать себя комфортнее. Вообще для орхидеи главное это влажность воздуха. Ну и немного влажный грунт. И она будет чувствовать себя прекрасно. Немножечко мы вот так вот простукиваем. Установлю, наверное, второй держатель для цветоноса. Чтобы она уже максимально у нас была зафиксирована. Держатели для цветоносов обязательно нужно мыть, чтобы со старого грунта никакую заразу не перенести в новый грунт, в чистый. Так, не вижу там, все нормально в камере. Вот так зафиксируем. Немного еще выровняю, насколько это возможно, потому что немножечко все равно во время посадки бывает такое, что сливается. Простукиваем. И последние штрихи. Еще немножко керамзита. Уже мелко. Честно, мне очень нравится этот керамзит. У меня сейчас деблип распустился, который я сажала в прошлом году полностью в этот керамзит. В горшочек, в закрытую систему. Горшок от Нины Глаза. Он сейчас распустился. Он шикарно себя чувствует. Хочу повторить такие посадки закрытой системы именно в этот керамзит. Кстати, его одно время не продавали. Они, наверное, почему-то не привозили или его быстро раскупали. Поэтому нужно брать сразу несколько упаковок. Я как-то всегда, знаете, так возьму одно, а потом жалею. И совсем так. Чтобы я не покупала, беру одну-одну батюшку, потом жалею. Думаю, почему не взяла две. Так, надеюсь, там все хорошо видно. Так у нас получилось. И у нас остался только последний штрих. Это сверху сделать все-таки как мульчирующий слой. Но я хочу заметить, что, например, когда прохладно, в такой зимний, весенний, осенний период, можно, вот если вы сделали так, да, сверху с мелким мхом, ой, извините, с мелким керамзитом, да, у нас уже вот из мелкого керамзита есть как вот эта защита от быстрого испарения влаги. Можно сверху не делать никакой слой из мульчи, да. Потому что, почему я говорю из мульчи, потому что некоторые делают из кокосового волокна, из кокосовых чипсов, из мха вот разного, там, спагмоса, сфагнума, неважно. Вот, поэтому, вот повторюсь, да, когда осень, зима, весна, можно не делать при вот такой посадке. Только летом можно взять и сделать, вот немножечко сверху положить мох, чтобы, опять же, можно было летом увлажнять его, и чтобы орхидейка чувствовала себя хорошо, потому что летом, естественно, жарко, воздух сухой, вот, поэтому, ну, сейчас я чуть-чуть, вот прямо несколько таких вот кусочков мха, все-таки вокруг орхидейки совсем капельку. Вот такой мох есть хороший. Совсем чуть-чуть я его вот так вот. Кстати, вот этот мох, это тоже сфагну, лесной, очень хороший. Есть несколько у меня таких вот макушечек, которые высохли, есть живые, а есть которые подсохли. Вот подсохшие, можно сверху. Вот так вот. При поливе они еще немного утрамбуются, и все. Наша посадка закончена. В следующем видео я вам покажу, как я ее буду проливать. Проливать буду с лечащим препаратом, и не только ее. У меня есть белая орхидейка, ауценка, которую мне муж купил в Леруа Мерлен, и она тоже требует полива. По-моему, я ее еще поливала экстрактом хвои. Вот. А он, кстати, очень хорошо работает, хотя не все верят в его такие способности, но он меня выручал уже не раз. И мне очень нравится экстракт хвои в борьбе с болезнями орхидей. Все, мои дорогие, до завтра!